Усиление терапии. Мы не всегда проводим усиление гипотензивной терапии, консервативной руководствуясь только данной метанометрии. Это пациент достаточно молодой, прооперированный катаракт, у него на оба глаза. Один глаз прооперирован по поводу глоукомы, причем лучше видящий глаз. Хуже видящий глаз он и был прооперирован. Худший видящий глаз он видит хуже и не был прооперирован. Возможно, это связанные процессы, но скорее всего нет. Толщина, здесь опечатка, скорее всего, толщина центральной, толщина роговицы у пациента одинакова на обоих глазах. И он получал терапии вопрос один раз в день. Мы видим, как может работать айтонометри-бот и говорить, что, ну, наверное, это вообще все нужно перемерить. Но видно, что некачественные кружочки, недостоверные исследования. Айтонометри-ежики плакали, но ели кактус. Да, айтонометри видят, что отец некачественный, но все равно мерят его. Зеленый относительно хороший, желтый померить можно, но лучше перемерить. Оранжевый измерить можно, но не нужно. И красный измерению не подлежит. Мы обсудим чуть позже, почему мы принимаем решение о усилении терапии и назначаем бимикоми, антиглаву ЭКО нашему пациенту. У пациента вот такое поле зрения. Худший видящий глаз, лучший видящий глаз, но худший по глукоме, это левый. Он был прооперирован. На правом глазу есть мизерные изменения, характерные для глукомы, в виде небольшого истончения в англиозных клеток сетчатки, слой нервных волокон, сетчатки, которые в целом не прогрессируют. Я неоднократно говорил, что этот анализ прогрессии диска зрительного нерва мне не очень нравится, но тем не менее, что есть, тем и пользуемся. Есть, конечно, приборы, которые это делают чуть качественнее, но тем не менее, суперпиксели эти неудобны. На мой взгляд, можете написать в чате, удобно ли вам пользоваться вот такой интерпретацией, мне неудобно. Мне сильно удобнее смотреть division, отклонение от изначального и difference от изначального. Понятно, что здесь мы будем видеть дефекты значительно чаще, но в данном случае у пациента все достаточно стабильно. И еще призываю вас, понятно, что нам последний год-два интересно, что происходило с пациентом, но иногда бывает полезным, если вас вместо этого исследования поставить первое, то здесь картина становится совершенно другой, мы понимаем, что у пациента есть отрицательная динамика, поэтому будьте внимательны, с какой референсной точки, с какого исследования вы начинаете сравнение. Иногда бывает полезным поставить первое. Ну, на данный момент мы видим, что чуть-чуть стало более синим, поле состояния сетчатки, скажем так, карта стала синее, хотя division практически не изменился. Ну, о размерах диска зрителям можно говорить много, это важно, и не ретинальный поясок, а экскавация, но, к сожалению, как показывает практика, это не самый показательный. Не самый показательный, не самый важный показатель для мониторинга и диагностики глукома. Далее мы видим периметрию на данный момент, мы видим, что для правого глаза периметрический дефект, вот эти вот краевые точки, это вообще сложно назвать периметрическим дефектом, а вот эти точки, это скорее выглядит как своего рода расширение слепого пятна. Мы видим в полярном анализе небольшие отклонения, но эти же отклонения можно характеризовать как диффузные изменения, поэтому, да, дефекты какие-то есть, но однозначно трактовать их как глукомные не приходится, и только видя вот эти небольшие изменения с ганглиозных клетокислой нервных волокон сетчатки мы можем утверждать, что это всё-таки есть глукомный процесс. Наш пациент принимает участие в многоцентром клиническом исследовании по препарату ретиналамин, получает внутримышечный ретиналамин, вероятнее всего, судя по кратности, введение каждые три месяца. Они, по всей видимости, каждые полгода, два раза в год, получается, проводят, каждые три месяца проводят исследование поля зрения, и мы видим, что есть некая динамика, тут появляются какие-то выраженные изменения, потом они проходят, поэтому если мы видим вот такие изменения, но они не подтверждены изменениями слоя нервных волокон сетчатки, в некоторых случаях, не всегда, но в некоторых случаях можно задуматься о целесообразности усиления гипотензивной терапии. Но мы усиливали гипотензивную терапию нашему пациенту вот где-то здесь, для того, чтобы дополнительно снизить уровень офтальматонуса, чтобы спокойно на компенсированном уровне офтальматонуса взять пациентов в многоцентровое клиническое исследование. И глядя на эти поля зрения, на это УКТ, вроде бы кажется, что не рановато ли выставлен диагноз глаукомы, и уж тем более назначен ретинопротектор для лечения. Ну, во-первых, ретинопротекторное лечение во многом назначено ради того, чтобы сохранять светочувствительность сетчатки второго глаза. Соответственно, светочувствительность этого глаза нам тоже важна, и на нее тоже влияет применение ретиноламина. Тем более, что когда мы говорим о ретинопротекторной терапии, мы должны понимать, что чем более сохранен комплекс ганглиозных клеток сетчатки, чем более сохранен слой нервных волкан сетчатки, тем больше точек приложения для ретинопротекторной терапии. В последнее время много стали задавать вопрос о том, что, а как сочетать ретинопротекторную терапию с витаминсодержащими препаратами, как пациенты часто сами просят, иногда врачи с какой-то целью назначают пациентам с глаукомой препараты, содержащие лютеин и заэксантин, понятно, что препараты лютеина и заэксантина и цинксилен, марганец, медь – это те вещи, которые мы назначаем для того, чтобы получить профилактику перехода влажной формы возрастной макулярной дегенерации во влажную форму. Поэтому всем подряд огульно назначать не нужно, но если у пациента есть сочетанная патология в виде возрастной макулярной дегенерации, то мы можем использовать препарат Супероптик для сохранения светочувствительной сетчатки, для предохранения сетчатки от перехода сухой формы во влажную. На данный момент Супероптик обладает формулой, которая позволяет его принимать один раз в день. Это достаточно удобно, но капсулы достаточно большие. И у нас было свое собственное исследование по применению препарата Супероптик, которое говорит о том, что у пациентов с возрастной макулярной дегенерацией, сухой формой и глаукомой, то есть это был пациент с сочетанной патологией, применение Супероптика приводит к улучшению зрения примерно на 5 букв. Это достаточно много, и не все препараты, у нас было другое исследование, но не все препараты показывают такие хорошие результаты. Ну и возвращаясь к пириметрическому тренду. Когда у нас пациент длительно что-то там получает, получает эти циклы, в ретинопротекторной терапии в виде ретиноламина, наверное, в течение периода времени, когда он не получает ретинопротекторную терапию, мы можем назначать лютинсодержащие препараты. Ну и еще раз, показания у нас для лютинсодержащих препаратов – это профилактика перехода сухой формы во влажную. У вас какое-то там заболевание сетчатки, у вас какое-то там заболевание где-то там что-то, ну давайте точно всем подряд будем назначать. И мы понимаем, что разные точки приложения для препаратов ретинозадержащих, для препаратов ретинопротекции, поэтому никакой проблемы с сочетанием данных препаратов у вас не должно возникать. Один препарат назначается с одной целью, другой препарат с другой целью, вы их можете совершенно спокойно сочетать. Так, что касается трендов, тренд у нас практически горизонтальный на этом глазу, и отрицательной динамики мы у пациента, собственно, не видим согласно трендах. Как изменялся слой нервных влоган сетчатки? Мы видим, что в какой-то период времени у пациента произошла небольшая отрицательная динамика, но тем не менее это скорее фликтуация исследования, по тому, как мы длительно наблюдаем. Да, есть небольшое диффузное истончение, но это истончение неплохо бы подтвердить при помощи исследований центральных отделов. Когда мы в центральных отделах не видим истончения, то есть вот здесь не появляется зеленого, даже если мы видим какие-то изменения в слой нервных влоган сетчатки, мы понимаем, что это могут быть просто дефекты, сегментации слой нервных влоган сетчатки, несмотря на то, что в своей практике мы многим пациентам в мануальном режиме исправляем сегментацию, но тем не менее это возможно у всех. Головокомный модуль. Он позволяет получить данные, это один из немногих протоколов припороспектролиз, который позволяет получить данные как диска зрительного нерв, так слой нервных влоган сетчатки, так и макулярной области. Неплохой протокол, достаточно информативен, но мне всегда не хватает протокола асимметрии, всегда не хватает отдельного протокола макулы. Протокол худо – это наложение поля зрения на карту толщины сетчатки, и мы при помощи этого протокола можем предполагать, где будут периметрические дефекты. Видим, что пациент наблюдается достаточно длительное время, и по данным толщины слой нервных влоган сетчатки у нас есть небольшое истончение, а не ретинальный поясок, словно как и слой ганглиозных клеток сетчатки в макулярной области, толщина сетчатки не менялась, и поэтому в данном случае изменения можно трактовать как некие артефакты, случайные находки или физиологические истончения слой нервных влоган сетчатки. Ну, собственно, вот так мы поменяли травопрост на бимикомбе антиглоуэка. Мы в момент старта исследования, для того чтобы мы не могли наблюдать вот таких пиков 21-20, мы добавили пациенту бимикомбе антиглоуэка. Ну, вы скажете, ну, что вы там добавили, да, тут вот есть всё равно пики 18-19, даже больше 20. Всё это происходит, потому что все мы живые люди, и глоукомный процесс, и дегенеративный процесс в тробикулярной сети не дремлет. Он всё равно протекает дальше. И у пациента происходит небольшое усугубление глоукомного процесса, и уровень афтерматонуса постепенно всё равно вырастает. Если бы мы здесь не назначили, то, вероятнее всего, вот здесь бы мы уже стартовали бы с новым препаратом совершенно других цифр. Это не значит, что нужно всем с превентивной целью назначать гипотензивную терапию, усиливать её. Да, это было бы круто, если бы это не несло бы экономической нагрузки на наших пациентов. Поэтому мы в своей практике обычно так не делаем, но в данной ситуации мы усилили терапию, чтобы можно было спокойнее наблюдать пациента в нашем клиническом исследовании, для того, чтобы исследование было, для того, чтобы состояние афтерматонуса было более корректным, и мы более безопасно, и более эффективно наблюдали бы воздействие ретинопротекторного эффекта препарата ретиноламин.